Здравствуйте! Меня зовут Робин Гуд А это мой друг, братец Тук Мы начинаем наше путешествие в край Великих Озер Добро пожаловать на Норд-Вояж В начале нашего путешествия мы познакомим вас с Ватегорией Север-Вологодской области Чтобы глубже окунуться в дикую природу Ощутить на себе суровую красоту этого края Мы совершим вояж на внедорожниках По дорогам лесорубов и охотников На расстоянии порядка 260 километров Отправляясь в этот путь, мы еще не знаем, сможем ли мы его пройти Нас ждут сожженные мосты и заброшенные деревни Заболоченные земли и живописные озера Итак, мы начинаем Ватегория Эта земля насчитывает несколько тысячелетий своей истории Племена Чуди, Веси, Лопи, населявшие прежде эти территории Оставили финно-угорские названия рек, озер, населенных пунктов Большинство из которых сохранились до наших дней К Вепскому, прошлому краю, можно отнести и множество традиций и обрядов Суеверий и легенд, существующих на сегодняшний день Легендами и преданиями здесь окутано почти все Начиная с озер и рек и заканчивая рощами и возвышенностями Ватегория самый озерный край Вологодской области На этой земле разбросано порядка 500 озер Есть и такие, которые периодически вместе с рыбой уходят под землю Оставляя после себя огромные воронки, но потом возвращаются Первое, что бросается в глаза во время движения по маршруту Это заброшенные деревни Когда-то в этих благодатных, словно отмеченных Богом местах Жили люди Трудились, охотились, рыбачили, рожали и растили детей Теперь это край погибших деревень Природа взяла их под свое крыло и сотворила завораживающие пейзажи Покидая эти места, кто-то сжигал свой дом А тот, кто еще остался, сжигает мосты Эта партизанская война между местными и приезжими За право охотиться и рыбачить в таежных лесах категории Длится уже не первый год Почти все мосты сожжены Но это лишь еще один шанс испытать себя Итак, автомаршрут «Вытегория» — это длинный, но несложный маршрут Рассчитанный на стандартные внедорожники Проходит он по живописным лесам, озерам и рекам По болотистой местности, заброшенным дорогам, поселениям и просекам Подходит всем, кто готов проверить себя и свой автомобиль Анда-Магара — одно из самых живописных мест северной Волокотчины Отсюда открывается широкая панорама бескрайних просторов Онега Анда-Магара происходит от вепского названия «Адма», что означает «падающая земля» Место уникальное — обнажение пород возрастом более 300 миллионов лет Этот памятник природы является чуть ли не единственным в мире Где можно воочию лицезреть древние отложения мезозойской эры Настоящая мекка для геологов и туристов со всего земного шара Мы тоже остановимся на мгновение, чтобы оставить память об этом уникальном месте Можно бесконечно говорить об этой земле В нашем рассказе мы лишь отчасти коснулись истории, культуры и природы этого легендарного края Пусть каждый, кто приедет сюда, откроет для себя свою категорию А мы отправляемся дальше, на север, в Карелию Где нас ждет не менее увлекательное путешествие Основанный еще в 14 веке, Биальма — это настоящий музей под открытым небом В который сохранились старинные деревянные дома 19-го, начала 20-х веков Ильинская часовня 18-го века Бани, которые до сих пор топят по черному Попасть в эту деревню непросто Нужно пройти небольшое испытание Преодолеть реку Биальма на автомобиле Через старый узкий деревянный мост без перил Не все водители решаются на такое Кто-то оставляет машину и идет пешком Но как бы там ни было, путешествие по ту сторону реки того стоит Когда заходишь в деревню, появляется ощущение, что ты погрузился в историю Кажется, что вот-вот выйдет девушка в старинном одеянии И пойдет купаться в реке А из окон трехэтажной избы появится суровое лицо бородатого мужика Время словно остановилось Ильинская часовня 18-го века Ей уже около трехсот лет Возможно, что ее поставили на месте еще более древней часовне Обветшавшей к тому времени Не менее интересны и разбросанные по берегу реки Биальмы небольшие строения Бани Испокон веков бани на Руси строились на берегу реки Это для того, чтобы по старой русской традиции Остудить разгоряченное тело в водах прохладной реки А вот этот вариант бани называется по-черному Она топится печью-каменкой, которая не имеет дымохода, выводящего дым и копоть наружу Поэтому при топке вся сажа оседает на потолке и стенах, делая их черными Современные потомки-основатели этого поселения до сих пор живут в родовых домах Где многие предметы быта хранят память о прошлых поколениях Они, словно немые свидетели истории, не дают забывать свои корни А богатые дичью леса, изобилующие рыбой реки и батюшка Онега Не дают людям покинуть эти места Хранят от пагубного влияния цивилизации Но это не значит, что туристу, охотнику и рыболову не будут здесь рады Наоборот, Пиальма открыта для всех, кто готов посетить этот прекрасный уголок Очутиться в плену рукотворной красоты и первозданной природы Батюшка Онега уже много веков не меняет свой ландшафт Его питают порядка 50 рек Каждая из них по-своему красива и привлекательна Мы расскажем об одной из них Водла Полноводная река, обладающая одним из самых крупных в Карелии водосборных бассейнов По ней новгородцы выходили к Белому морю и к реке Северная Двина Проходя более 20 порогов Самым известным среди которых является широкий и красивый водопад Подум На сегодняшний день Водла хорошо известна туристам как спортивная река Сотни любителей и профессионалов на байдарках, каяках готовы бросить вызов коварным порогам Сотни любителей и баспортных бассейнов на байдарках, каяках готовы бросить вызов коварным поискам Водла хорошо известна туристам как спортивная река, каяках готовы бросить вызов коварным порогам И даже если удача отвернется от них, всегда можно попробовать еще раз. Команда профессионалов придет на помощь. Сплав по реке Водла – это еще одно увлекательное путешествие и приключение, которое дает нам Карелия. Бесов нос – мыс на восточном побережье Онежского озера. Он знаменит петроглифами, среди которых выделяется антропоморфное изображение, называемое бесом, длиной около двух с половиной метров, которому более пяти тысяч лет. Это популярное и по-настоящему культовое место во внедорожной среде. Это жесткое, экстремальное рубилово по тяжелому бездорожью, жесткое испытание для самого себя и машины. Ученые, уфологи, местные жители и туристы искренне считают его особым, так называемым местом силы. Они уверяют, что здесь изменяется человеческое сознание, реально чувствуется подъем сил, что тут меняется само течение времени. Петроглифы бесового носа старше египетских пирамид. Какое послание наши предки оставили нам пять тысяч лет назад? Основными фигурами на бесовом носу считаются три изображения – беса, рыбы и ящерицы. Огромные, примерно два с половиной метра длиной, выбиты они у самой воды внизу центрального выступа мыса. Из всех открытых петроглифов, а их около 1200, исследователям удалось истолковать меньше половины. У ученых не возникает вопросов по поводу фигур людей и животных, но много и других знаков, не похожих на известные предметы. Некоторые ученые считают, что древние люди видели какие-то летательные аппараты и изобразили их. Но как бы там ни было, за каждым рисунком кроется глубокий смысл космогонических символов. За тысячелетия волны и льды, ливни и ветры не смогли разрушить эти рисунки. Петроглифы защищены какой-то сверхъестественной силой. Возможно, к этому приложили руку шаманы. Бытует мнение, что бес манит, к нему снова и снова хочется вернуться. Там действительно есть что-то нечистое. Старый полуразрушенный маяк со скрипучими ступенями. Наконец, поломка машины на обратном пути и тяжелое возвращение назад. Но мы ни на секунду не жалеем, что посетили это загадочное и прекрасное место. Петроглифы бесово-носа, живописная природа Карелии, батюшка Онега. Они дышат неповторимым флером и колдовством. Окутывая, увлекая, пленяя, влюбляя. В себя навсегда. Побывав здесь однажды, вы захотите вернуться вновь и вновь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok